всем привет это папа мама влог меня зовут алена сегодняшнее наше видео будет посвящено отелю гавайи цезарь dreams мы в него приехали как перевалочный пункт буквально на пару дней но я вам его покажу расскажу потому что это одна из самых бюджетных пятерок в египте и для тех кто едет отдыхать это может быть достаточно интересно сначала хочу сказать чтобы подписались на наш канал поставили лайк также подписывайтесь на инстаграм и telegram ссылки есть в описании профиля я там была 24 на 7 и по любым вопросам вы можете писать мне туда а сейчас давайте посмотрим что же за отель гавайи цезарь dreams поехали так сниму вам номер в отеле гавайи dream dream resort and aquapark называется правильно номер очень двойственное впечатление он очень маленький есть что-то совсем новое есть что-то не новое нашему он не рассчитан на то количество людей которые не сюда заселили на четырех человек он скорее всего рассчитан на стандартно там но два или два плюс один а давайте посмотрим тем не менее пойдем в туалет сначала ну да он был готов уже все застелено было то есть подготовили нормально здесь есть соответственно раковина туалет мыло телефон туалетная бумага понятно душевая душевая кабина здесь даже есть нитка да на который весит типа сушилки и в душевой есть также мыло вот есть душ и есть для ног просто кран набор воды хорошим по полотенцам у нас было изначально одно большое полотенце и 4 маленьких мы попросили принести еще принесли еще одно большое сказали что завтра при уборке принесут еще два чтобы всем хватило сегодня уже не могут потому что уборка закончена в номерах есть фен а а тут дополнительно свет то есть в общем то даже светло и есть розетка так дальше здесь при входе а шкаф с сейфом так но шкаф такой как кажется старенький хотя отель относительно нового 18 года такой не пойму говорю пока шкафу шкафу три вешалки но он небольшой достаточно есть отделение построен построен я кому-то не реновация построен вот но шкаф такой уже подубиты немножко есть сессия бесплатный бесплатный и этот так здесь есть цены на продление номеров но если будете покупать и на еду если она не вся не все включено у вас вот вот давайте дальше посмотрим номер вот есть тумбочка со светом но она скорее всего стояла около кровати здесь есть вот тумбочка для багажа ну вот номер он как бы ну ну крайне маленький вот он весь вот вот и вот нам поставили две дополнительных кровати да ну точнее одну разложили девочкам софу я так понимаю что здесь стоит софа и одну кровать поставили то есть место для 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 того чтобы спать много девочкам например хватило бы вот того дивана девочки вам машет и передает привет здесь еще есть вот столик с с этим со светильником есть мини бар в мини баре не было ничего когда мы пришли на нам принесли две бутылки воды сказали что две бутылки воды на комнату то есть больше они принести не могут вот остальное можно взять в баре побить вот здесь разваливается немножечко да это принесли потому что мы попросили здесь соответственно шкафчики внизу там еще тумбочка господи здесь тумбочек три штуки на такой маленький номер три тумбочки один стол до три тумбочки мусорка стул такой прям стул и соответственно есть и чайник две чашки даже ложечки кофе чай сахар вот в целом как-то так света кстати в комнате немного вот торшер если он включен а и кстати силу того что они убрали тумбочку от кровати они еще и телефон отключили убрали его вот он лежит там в одном из шкафов так и пойдемте посмотрим что здесь на балконе мы на первом этаже номер десять девятнадцать на балконе два стула такой столик вот вид у нас на море боковой вот на море мы еще там не были в этом только приехали все сниму покажу как-то так в принципе не могу сказать что какие-то плохие впечатления от отеля но он стоит она это одна из самых дешевых наверное до пятерок в хургате просто нам он нужен был для как перед переездная . нам нужен был именно этот район в этом районе мало отелей здесь либо гавайи либо эмсиро ялл либо как рейвклаб рейвклаб но он восемнадцать плюс да он восемнадцать плюс или крейвклаб как-то так ну там короче под под динозавров сделаны это больше отеля в этом районе нет а нам нужен был этот район потому что мы дальше будем переезжать тут недалеко в ну в следующее место а вот поэтому как бы мы взяли его на три дня как такой перевалочный пункт сейчас посмотрим здесь вроде бы должен быть неплохой аквапарк все равно поснимаем вам и территории аквапарк для тех кто едет это одна из самых дешевых пятерок в хургате ну возможно кому то как бы я не могу пока ничего сказать неплохого нехорошего уборку мы еще не видели номер был готов к нашему приезду потому что уже были застелены все кровати все 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 было застелено вот и номер сам по себе ну неплохой да то есть все в порядке с туалетом с ванной с раковиной и как бы постель все нормально вот единственный минус то что воды всего две в номере а так пока пока непонятные эмоции ну в общем будем смотреть дальше итак обзор номера мы с вами посмотрели в этом видео еще покажу вам обзор завтрака и ужина в этом отеле поэтому давайте посмотрим для начала завтрак так давайте посмотрим что на завтрак это египетские бобы сейчас где-то середина завтра ну не середина 8 часов утра завтрак начинается в семь здесь тоже египетские бобы картофельное пюре хлопья с молоком фалафель и баклажаны кускус еще сиски вермишель с молоком типа нашего молочного супа да блинчики с добавками разными тост тост пудинг тост рисовый пудинг здесь пшеница с молоком а шуфан с молоком но это типа каш кровать не будет очень горячо у них обычно жарят омлет и исчинку здесь французские тосты так пойдемте еще сюда очень громко здесь конечно всегда и в обед и в двум и вечером всегда очень громко музыка играет здесь фрукты йогуртики варенье и сладкое так в начале еще прошла мимо есть овощи соленья овощи овощи колбаса нарезанная сыр ломтиками соусы и хлеб в общем на завтрак как вы видите стандартный египетский набор омлет и яичница колбаса сыр йогурты фрукты каши ну в общем все как у всех единственное что хочу сказать лучше приходите пораньше потому что если придете к концу завтрака то маловероятно что там что-то останется а теперь по поводу ужина вообще в принципе на любой прием пищи вы можете пользоваться как отеля Гавайи Цезарь Тримс в котором собственно мы жили так и соседним отелем Гавайи Цезарь аквапарк кажется он так называется он большой и получается что Гавайи Цезарь Тримс выглядит немножко как грубо говоря пристройка что ли к этому отелю я в обзоре территории вам покажу как выглядит и та и другая территория вот и соответственно на ужине вы можете кушать как в своем отеле так и в соседнем я сейчас покажу вам еду и там и там давайте посмотрим все сладкий стол все сладкий стол овощи и закуски все сладкий стол все сладкий стол Здесь разное мясо, барашек, индийка, вверх ногами, овощи, египетская фата, это рис, здесь картошка, здесь кефте обычно у них, и вот там уже ужин в нашем отеле, в другом отеле, в Цезарь Дримс, сейчас мы с вами до него тоже дойдем, просто здесь ужин снять во время ужина нереально, поэтому так немножко покажу, а потом расскажу про наши впечатления просто общие. Вот это очень вкусная курица, кентуги курица, как в Киевси. Ну и у нас основная еда там, сейчас тоже покажу. Стол с выпечкой, здесь ничего не видно, в общем, овощи, рис разный, здесь фрикадельки, рыба, кускус, овощи, негреска с курицей, чипсы, но я пройдусь, как будет открыто здесь, еще попробую показать, и что-то будет. Вот, но здесь просто огромная толпа людей, я вам покажу, как это выглядит, когда здесь люди ходят брать. Здесь египетская фата, и... Здесь египетские какие-то блюда, и вот там делают шаурму сегодня. Посмотрите, это очередь вот отсюда начинается, от бассейна за едой. Такое количество людей. Итак, немножко про общие впечатления. Хочу сказать, что если вы будете жить в Гавайях, то приходите на завтрак, обед и ужин в самом начале, потому что потом либо будет очень много людей, либо будет достаточно маленький выбор. В общем, либо в самом начале, либо уже ближе к концу ужина. На завтрак, к концу завтрака уже делать нечего, потому что там уже особо нет еды, но вот на ужине в конце там уже, в принципе, нет особо больших очередей, и можно что-то перекусить. В принципе, там достаточно неплохо делают мясо. Сама по вкусу еда достаточно нормального качества. Вот, но очереди и толпы народа, это прям существенно уменьшают комфортность пребывания в этом отеле. Про территорию отеля расскажу вам в следующем видео. Спасибо вам большое, что посмотрели видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, на наш инстаграм, на наш телеграм. Все это есть в описании к видео, все ссылки. Пишите в комментариях вопросы, если какие-то остались по еде и номеру в отеле Гавайи Цезарь Дримс. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok